В Елисеевском магазине В Елисеевском магазине В Елисеевском магазине Наших властных структур Главное, что аналогичные магазины В таком же стиле сделаны Это, конечно, Париж, Лондон И Германия Это лафаэтовские магазины Это тести Дианы Сегодня столько народу приходят Прощаются с этим магазином Прошел слух, что его закрывают Ликвидируют как нерентабельный Мне очень обидно за это Потому что в этом зале Я помню в 60-70-е годы Знаменитые люди ходили Я помню Кторов Были прилавки круглые В изобилии все были Кассовые аппараты Это были старинные Такие сделаны стеклянные будки И аппараты очень интересные были Импортные Тут я видел жену Никулина Циркача нашего пловного Тут я видел Прудкина, это артист МХАТа Тут много знаменитых людей Которые ходили сюда И были всегда Опрятно, красиво одеты Смотрели продукты Всегда было в изобилии И самое лучшее качество Мы, конечно, переживаем Очень жалко Вообще сложно представить Если тут ничего не будет Так что на закате его жизни Как вы считаете Такие места должны оставаться в Москве? Мне кажется, да Типы должны реставрироваться Причем еще И открываться намного больше Чтобы как-то историю И Мы очень беспокоимся за то Что историческое наследие Нашего города Уходит от нас Ну, мы надеемся Что все-таки как-нибудь Может получится Решить эту проблему И Елисеевский будет сохранен Вот, мы на это очень надеемся Вот это зал, где мы сейчас смотрим Это были продуктовые Потом был малый зал Это прямо влево, когда заходишь Это был мясной магазин Помню, котлетки По 9 копеек Мясо разделалось Прям туши И можно было Отвесить любого мяса Дальше вот тут Глубины напротив Был знаменитый Зал для Булочной Это где можно было Выпить кофе Сесть красивую булочку Парионически И был вот Как раз мы сейчас Напротив стоим Был винный прилавок Если все были Вином представлены Красиво Поэтому Жалко Они объясняют это тем Что они закрывают Этот магазин Неретабельности своей И тем, что Не могут люди Не иметь парковки И не могут сюда Приехать На автомобиль Купить и уехать И действительно Это очень такой парадокс Мы с одной стороны Снесли огромнейший Гостиницу Москва Который Было прекрасное Здание Красивое Внутри Дубом все сделано Грабом Мраморные лестницы Все было Снесли И сотворили Гадость Объясняли это тем Что это сталинский проект Он не отвечает Со временем требования Всякую ерунду придумывали Сейчас изуродовали Это здание Тем не менее Я хочу это сказать Если это здание Гостиница в России Такие огромные Капитальные сооружения Снесли А вот тут Прямо на Казицке Мы выйдем Напротив Тут деревяшки Мы находимся На углу Тверской И площади Пушкина Где находится Уникальнейший Наш музейный Можно сказать Торговый зал Или магазин Или сей Который сейчас Хотят уничтожить Сейчас мы видели Сколько тут Много народу платит И просто Фотографируют Все как бы Прощаются с этим Уникальным музейным Музейной ценностью Русской культуры Больно Там просто вызывает Тревогу Все изуродовано Остался только Стены И верхний потолок Прилавки Испахабины Вообще нет старой Нет кафеля Старинного Который был на полу Знаменитые кассы Где расчет был Это будочки были Старый аппарат Еще Можно было Все сохранить Ну конечно Человек который Арендатор Алая паруса Им набирали Тут всяких Гастарбайтеров Азиатов Которые не знают Ни культуры Ни профессии Изувечили Очень тревожно Всем Просто люди Все встревожены Идут сюда Прощаются С этим уникальным Музейным ценностям Поэтому Просто надо Руководствовать Москве Да и правительству Наверное Потому что За эту ценность Надо Национальная ценность Национальное сокровище Этот магазин Был директор Соколов Которого расстреляли А начальник управления Московской торговли На Мясницкой Там на Лубянке Был Трегубов Я к Соколову сюда ходил Прямо сейчас выйдем Покажем Соколову Двухэтажное здание И там был Стол заказов Я помню Приезжал на чайки И ящиками брал Водку Лимонную водку Закуску всякую Не было вопросов И тут же я видел На этом Казицком переулке Все время Лепа Это Болерон Борис Лепа Который Потом Как говорится Запал на Галину Брежневу Галину Леонидовну Прекрасные у него дети Эти хорошие Пошли по его стопам Прекрасные Красивые дети Ну и жил Вот там видимо Потому что я его часто видел В Дохе Из Бобров Как Федор Шаляпин ходил Вот такой праздник Красивый И вот этот Казицкий переулок Тут нет ничего Строение Из драных сделано Из досок Почему не снять Снести эти дома Сейчас мы выйдем Посмотрим И сделать парковку Я удивляюсь Мы находимся На Казицком переулке Рядом справа Здание Элисеевского магазина А слева Был стол заказов Такое небольшое здание Было Где директора Был советского Ну в советские времена Соколов Директор Элисеевского магазина Которого расстреляли В 85-м Или 8-м Пришел Андропов И начальника управления Торговли Москвы На Лубянке Там находилось Управление И Терегубова Тоже Николай Петрович Расстреляли Я вот в этом Прямо В этом Слоне заказов Всегда брал Приезжал сюда На чайки И брал заказы Когда надо было Какое-то День рождения Или что Всякие Кушания Мое министерство Где я работал Много В 18 лет Прямо вот Упирается эта улица В этот министерство Мне предлагали Купить квартиру здесь В 90-х годах И вот если зайти Сейчас прямо Тут в арку зайти На второй этаж Я помню Мы позвонили И открывается Железная дверь Тогда уже был И бородатый Молодой человек Лет 40-35 С ручным автоматом Даже пулеметом В чем дело Я говорю Ну то что вы продаете Квартиру Он мне говорит Да продаем Но уже вопрос решен Давайте соседний И мы через двор Зашли Мы уже показали Сейчас другую квартиру Там тоже встретил Такой же бородатый И стал показывать квартиры Квартиры шикарнейшие Просто Еще с царских времен Наша русская культура Тогда Это 4,5 потолки Это камины Это ядросцы Плюс мебели Это старинная И картины Наших знаменитых Великих художников И просили за квартиру Тогда Около 300 тысяч долларов Я говорю А вы сами куда Они говорят А мы туда Мало того Что он мне это все показал Еще плюс Его жена Видимо С маленьким ребенком Вытащила кулек И высыпала на стол Бриллианты Кучи Наш ролик Вообще Мы не только критикуем Наш вот этот ролик Совета старейших И Тюняева У нас позитивная критика И очень ценные предложения Если сейчас Как нам говорят Руководство Москвы О том Что магазин Не может себя обеспечить Рентабельностью В связи с тем Что нет Стоянки Парковки машин Поэтому они не могут Набрать клиентов И почему вот эти развалюки Сейчас поставили вот здесь Почему вот И здесь И вот эти здания Ни к чему не обязываются И сделать парковку Такие здания сносят А для удобства И для сохранения Этой уникальной ценности Которую сейчас Целые толпы людей Плачут Прощаются Сохранить его надо